приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересное давайте мы принципе посмотрим колли какое количество расплода у нас на сегодняшний день есть у пчел в принципе мы пакуемся отводки готовим к выезду как это принципе все происходит вот эту семью мы уже смотрели тут один наш специалист уже что-то пока волную смотрите семья не занимает всю понятно что это отводок до 1 рамочные мы его готовили там меня просили чтобы я когда как сказать чтобы я подходил к улью если я его смотрел то я на видео чтобы его не рассказывал ну давайте вот эту семью мы смотреть не будем посмотрим следующем да кстати чем больше стает подписчиков тем больше стает такой какой-то знаете какой-то чепухенцы и типа тем больше появляется каких-то неадекватных людей хейтеров так смешно иногда на этим всем наблюдать ну смотрите друзья ладно то тема такая пчелы здесь такие еще агрессивные сейчас наша задача просто зафиксировать рамки потому что когда будет переезд что возможно правильно возможно то что рамка уйдет в сторону и она принципе упадет а с чем упадет правильно с пчелами пчелы рамка на рамку удар и все и проблема так как у нас здесь разделители гопмана стоят то я вообще ни за что не переживаю я крайнюю рамочку подбиваю принципе ставим на рогатые улья такую сверху штучечку и принципе все таким образом вот этот отводочек мы принципе сейчас ну вечером будем паковать и перевозить не знаю вечером навозить то точно не будем потому что ночью там с вечера попакуем а утречком принципе перевезем так давайте посмотрим мы посмотрим три семьи на наличие засева и в принципе я вам попытаюсь я просто показать самое элементарное друзья что качество маток и определенно небольшое количество расплода ну расплода приноса нектара меда который там был вы поняли то получается он она решает много чего так наши восьми рамочники стандартные вот а семья принципе более менее развивается и я думаю что мы ничего сейчас здесь забивать не будем мы просто им доставим две рамки две рамки для чего мы доставим специально доставим для того чтобы так принято чтобы ничего не забивать а им принципе будет достаточно ну вы поняли для для расширения так смотрим здесь у нас засел меня кстати человек спрашивал как определить что есть матка смотрите на в на рамки и так на минуточку объясню на рамки в принципе 300 а есть стандартный расположение кормов вот сверху вот так даже таким полумесяцом до идет мед потом может быть полоска перги а потом должен быть засел вообще видите вот обратите внимание сфокусируйся диапальца показываю здесь есть какой-то еще мед это нектар его специально пчелы приносят если такая жидкость находится на рамках то друзья понимаете что пошел принос нектара хороший плохой ну как сказать что где-то что-то где-то цветет что-то они принципе потянули до другими словами говоря здесь у нас рамка с расплодом это уже две рамки но не полных но мы будем считать как две рамки до три рамки матку мы видим матку видишь сфокусируйся покажи принципе на на сегодняшний день матку метить нам не надо это бакфаст он рыжий только выйдет расплод друзья то нужно будет метить расплод тоже будет по идее рыжий здесь у нас мед с этой стороны тоже мед ну я вам скажу так что семейка не обседает тут этих шесть рамок но можно им будет доставить и принципе уже не переживать вот эта рамка расплодом у нас выйдет она еще чуть-чуть до сеять то допечатается имеется ввиду что у них есть потенциал для развития и буквально вот скоро они будут иметь спокойно 8 рамок пчелы так здесь здесь нужно еще будет еще можно будет рожки сюда чтобы и упаковать давайте смотрим вот эту семейку здесь у нас безматочная семья мы делали как отводок делали здесь получилась а такая ситуация друзья стояла семья такому ли вот такому ли 2 отводка было ну 200 2 семейки и они уже принципе или бы заходили в райовое состояние или бы ну поняли пыталась я уже бы улететь от нас то я что сделал я просто принципе забрал вот эти семьи перенес другое место здесь поставил и объединил так смотрим еще одну семейку мы принципе только что так просматривали их что им нужно доставлять что им нужно забирать сейчас вот эту семью мы тоже будем прибивать гвоздиками и наверное доставим рамочку так смотрим здесь у нас пера и расплод одна рамка вот это такие рамки мне не нравятся вторая рамка здесь у нас расплод на выходе хороший это двести тридцатые прошу не путать вот видите рамка уже сломана ее нужно будет прибить потому что когда мы будем чел перевозить она и уйдет в сторону и подавит пчел это лучшем случае в худшем случае ему может и подавить матку наша матка тоже бакваст баквасты принципе очень быстро развиваются и очень быстро засевают самое интересное что все баквасты быстренько облетелись а тоже такое было что мы здесь имеем друзья так сейчас вот эту рамку мы прибьем гвоздиками мы здесь имеем но отчасти две рамки расплода это означает что эта семья будет нормально развиваться что я просто имею ввиду потом же будут мне люди рассказывать пашка ты им блин расплода откуда-то поставил что-то еще доставлял что-то делал не может такого быть я вам показываю чтобы вы понимали что такая семья будет развиваться это уже все здесь мы видим хорошие относительно матка мы их выводим завтра на акацию принос нектара там по идее должен еще быть зацветет разнотраве и принципе они будут спокойненько спокойненько развиваться гвозди полностью не прибиваем на ушел гвоздь гвозди наверное китайский на стопроцентного но кита не наверное китайцы китайцы уже научились все делать они молодцы что мы бы сейчас без китая блин ездили либо еще на лошадях все китайской молодцы так все мы вот эту семейку готовим сейчас о таком состоянии она принципе переезжает закрываем литок обматываем скотчем такие такие семьи просто пакуем скотчем идем дальше друзья так ужалило меня за ногу ай ухты как больно но и а ой ой как были но и пчеловоды думаю что опытный пчеловодов а как печет не болит нога когда ну что-то не болит когда их пчела жалит как же люди заплуждаются друзья со временем со временем пчелы начинают жалить в определенные места здесь поднохать если захонь загоняют жало то хоть возьми и описайся от радости я вам говорю боль сумасшедшие ужаление от в этих местах вот здесь вот делать именно твой твердая вот такая оболочка она вроде не пухнет но я от когда распространяется когда она хорошо ужали то боль сумасшедшие ну я уже молчу за такие места как нос там под глазами уши за ушами там вообще за носа здесь есть лежали сюда внутренняя часть сопли сразу течку от слезы сразу текут ничего ничего не пухнет ничего ничего страшного вообще нет но чтобы понимали так здесь у нас друзья здесь у нас роевая маточка от пашкиных пчел это имеется ввиду от степной подсаживали маточником роевым давайте посмотрим что себя представляют роевые пчелы смотрите обратите внимание как они утеплялись а мы их принципе ничем не усиляли я пытался и думал их усилить но сама суть до рамка с утеплением рамка с утеплением 2 рамки с пчелой давали кормушка кормушка ставится вот здесь за заставной я это имеется ввиду что не охлаждать их и мы им давали сироп да это правда что у нас здесь здесь еще и были какие-то еще рамки какие-то видите они следами кала есть что-то такое в них наверное был мед и я им принципе вот сюда доставлял их на очистку тоже следы кала вроде вот так как ромно смотришь не видно вот смотрите вот так вы смотрите да теперь смотрите как-то как бы сфокусироваться не вот ну не на не знаю не видно наверное вот вот видите пятнышко есть ставим так не видно а вот здесь я пальцем покажу а вот здесь вот следы кала и здесь так на рамке есть такие рамки желательно на перетопку нежелательно стопроцентовано перетопку просто доставляли где был мед так вот эта семья нас тоже интересует интригует это же все от водки друзья так пчелы мало расплодом много насколько я понимаю так а где матка наша и получается смотрите и мед есть и расплод есть вообще не представляю как они его выкормили оптушу это получается нура его я томат катара его я но имеется ввиду что как они его выкормили или не раевая нужно мы это придет не трое войны где матка где мы проспали матку а по петухи всем привет передает где матку проспали ну ладно матку не найдем смешно самое видите две рамки пчелы и матку не можем найти человеке в тельности мало они даже не обседают все то что мы им дали ну развитие есть может там вот сейчас посмотрим вот здесь матка может быть без проблем внутренней части бегать и вы никогда не найдете видите застройка идет давайте еще один раз посмотрим на всякий случай ну ладно уже шум и матку не можем найти ну так смотрим не вижу сбоку не вижу по центру не вижу она всегда любит сбоку возле крайней планки прятаться вижу да хорошая большая хорошая большая качественная матка все вопроса больше не имеем что такое две рамки пчелы это принципе хорошее развитие но не знаю успеют они они могут не успеть развиться очень быстро все таки так кажется что вроде и много засева но посмотрим все принципе посмотрим но я вам просто показываю чтобы потом и мне не рассказывали что вот пашка ты ты всех нас обманул так нет ну а татаули мы не потянемся будет нужно будет пересадить что-то маленькое еще давайте пойдем глянем какую-то еще с отводков так возьму так как здесь пройти как бы нам пройти как бы нам пройти как бы нам пройти так не зацепиться так рамку нужно ту забрать на перетопку отложили так и оставили рамку перетопить нужно ну вот а еще у нас отводки такие же давайте вроде интереса да тоже что он себе представляет по засеву уже все помните что как мы и делали мы и делали на одну рамку то расплод есть есть хорошо хороший расплод плотный хороший расплод рамка видите видите на видно я думаю тоже расплод у нас идет хороший расплод это наверное плохая овощина когда мы до этой теме вернемся видите пестроватый расплод идет когда-то было у меня не очень хороший опыт с этой мужчиной ну ладно нужно подписать рамку брак и выбросить ма . снизу на сбе это не как обычно бегает ну и здесь расплод так где и куда она побежала он бежит по центру хорошая матка большая хорошие размеры вопросов как бы мы не имеем до это я вам друзья зачем показываю зачем я это вам рассказывай так ну давайте что вот вот эта семья можно посмотреть и там боковую семью это я вам показываю рассказываю специально для того друзья чтобы вы понимали что качественная матка играет очень важную роль это вам не священные у те матки которые там выводятся с рамки да вот задавили матку где-то что-то вылезла в ее потом вытянули вон она еле-еле дышит вот эти матки они являются типа как бы элитными даже тоже степная порода пчел которые у меня было да были агрессивнее да были то же самое ну кстати я же показывал она роевая ну ты тоже была степная прекрасно сеет от бруска до бруска и даже при минимальном количестве пчел чтобы меня поняли та же ситуация здесь здесь конечно бак вас но они немножко раньше начали сеять вот это начало раньше все это немножко попозже здесь было больше пчелы мы видим где больше пчелы чуть-чуть от там видите там полторы рамки расплода здесь уже почти три рамки расплода там получается пчелы мало они даже не а здесь больше пчелы соответственно когда здесь выйдет расплод развитие будет немножко лучше чем-то это уже будет по-любому отставать как-то выровняем то не есть конечно проблем но но просто хочу сказать что качественные матки это супер я знаю что сейчас найдется какой-то человек который искает пашка это ты пошел по пасеке по выбирал расплод и поставил сюда не поверите но у меня нет где выбирать расплод основном все старые матки были подавлены молодые матки еще так сильно не рассеялись а и принципе сами вы должны понимать что там где молодая матка там принципе расплод нежелательно забирать потому что получается такая ситуация что если я заберу расплод то семья будет проседать там желательно чтобы они развивались а без никакого вмешательства та же ситуация здесь здесь тоже ничего не заберешь но как я от с этой семьи заберу рамку переставлю пусть и минута же смешно это как бы какое-то ребятишество так друзья что еще хотел сказать по поводу розыгрышей мне часто спрашивают я уже всем говорил что когда кто-то выигрывает я пишу номер телефона принимайте участие кто живет на территории украины потому что за границу отправлять я не имею возможности это даже бессмысленно понимаете чтобы меня поняли розыгрыш 1 2 мы провели третий розыгрыш завис нам получилось что человек выиграл выиграл с россии потом писали второму человеку он тоже с россии получается что знаете мы как бы в таком патовой такой ситуации и отправить не можем и так и сяк ну как бы уже третий розыгрыш уже как бы перенесли немножко дальше где-то разыграем с одной стороны мне маток не жалко я же людям вроде и так где-то отправляли и победителям в любом случае отправляли поняли это для меня не есть проблема мне ни плодок не жалко они у меня есть может кто-то сейчас сказать что от блин то ты пашка там так да нет нет разыгрывали отправляли людям матки отправляли все без проблем как бы никаких проблем в этом у меня нет здесь чтобы без каких-то там либо обид я просто в определенное время пообещал что я буду проводить розыгрыш я обещал еще перед новым годом я их провожу но вы меня поняли да если кто-то хочет тут и потому что я на сегодняшний день тоже думаю что эти розыгрыши это была моя ошибка ну блин смотрят много людей с разных стран они же как бы не понимают но я не понимаю там пишут цифры вот эти да я не могу им отправить он побеждает я пишу он не отвечает или потом появляется как бы отвечает это то такое и получается идет сбой там еще какие-то деды смотрят блин они ну для меня что вы поняли для меня матка не плотная вообще ничего не стоит но относительно до подарить не и не есть проблема плотная матка для меня стоит намного ценнее почему намного ценнее потому что с ней проводится большой объем работы в нее цена намного больше до имеется ввиду что плотную матку например я продаю по 100 гривен как бы это люди подписчики какие-то начинающие это тоже недорого потому что такие матки какие ну вы поняли откуда они стоят уже намного дороже да они качественные протестированные я уже показываю как они работают я вам показывают это вот это тоже бак вас который я показывал там где токарника показано не сеют от бруска до бруска прекраснейшие носят мед все работает это имеется ввиду что я вам показал я вам не принципе даю а тут опять же получается то где-то не дослышал то где-то не то и тогда начинается что кто-то кого-то обманивать не делать ничего кого-то обманивать я бы вообще с большим удовольствием чтобы был человек который проводит розыгрыш и на него все спросил бы без проблем он провел этот розыгрыш а я принципе только матки отправил и все только чтобы был честный подка друзья ситуациям так что розыгрыш третий розыгрыш который мы должны были провести мы так и не попали не попали тех две матки потом опять же разыграем это не есть проблем я честный человек и короче ладно всем всего наилучшего всем пока